Шанкарачарья Трактат самопознания Трактат самопознания Трактат самопознания Трактат самопознания Трактат самопознания Кто аскезами грехи уничтожил Уравновешенным и непривязанным стал Для них сочинен этот трактат самопознания Ибо по сравнению с другой духовной практикой Постижение самого себя воистину единственное средство для обретения свободы Как огонь необходим для приготовления еды Так без знания не достигнуть освобождения Действие не может устранить неведение Ибо они не противоречивы Лишь знание способно преодолеть незнание Подобно свету, поглощающему густую тьму Из-за незнания ограниченным кажется я Но преодолено незнание И вот атман в целокупности своей Воистину самим собой сияет Подобно солнцу, когда исчезнут облака Посредством практики неустанной Знание очищает душу, загрязненную незнанием Совершив это, знание само исчезает Подобно порошку ореха-катака в воде Этот мир, приходящий, переполненный страстями, неприязнью и многим другим Действительно похож на сон В какое-то время он будто бы истинным кажется Но становится нереальным после пробуждения души Мир словно иллюзия серебра в перламутре До тех пор воспринимается как истинный Пока не познан брахман недвойственный Основа всего сущего Миры рождаются, живут и умирают В их материальной обусловленности Основе всей Вселенной Но это и есть сам Верховный Владыка Подобно тому, как браслеты и другие золотые украшения Сделаны из одной общей основы Так и все разнообразие творения, имена и формы Проецируется на вечного всепроникающего Вишну Природа которого — бытие и сознание Подобно всеохватывающему небу Владыка, сопричастный со многими ограничениями Кажется меняющимся из-за этой обусловленности Упадхи Но когда устранены ограничения Обнаруживается сущность Владыки Единственность и целостность Из-за связи Атмана с разными условиями На него проецируются и имена, и касты Периоды жизни и другое Как придают воде вкус, цвет и иные различия Сказано про грубое физическое тело Оно рождено из пяти великих тонких элементов Ставших грубыми вследствие процесса пятеричности Оно приобретено прошлыми деяниями И в нем находят место удовольствия и страдания Состоящие из пяти жизненных сил Разума, интеллекта и десяти органов Восприятия и действия Рожденное из первоначальных тонких элементов Не прошедших через процесс пятеричности Тонкое тело является инструментом Для приобретения опыта Безначальное неподдающееся объяснению незнание Названо причинным ограничением Телом, спроецированным на атмана Утвердись в понимании того, что атман Отличается от этих трех ограничений Тел Будучи сопричастен пяти своим оболочкам Чистый атман как бы тождественен им Подобно тому, как кристалл кажется синим Если с синей тканью соединен Как дроблением рис от шелухи отделяют Так посредством развлечения Отделяется глубинный чистый атман От шелухи тела Пяти оболочек и прочего С которым связано я Хотя атман всегда вездесущ Свет его не во всем выявляется Лишь в интеллекте сияет атман Как отражение в чистой воде Сознавай атмана Всегда отличным от тела Органов чувств Ума и интеллекта А также от Недифференцированной материи Подобно королю Атман лишь зритель Наблюдающий за их деятельностью Когда органы чувств Деятельны Незнающие думают Что действует сам атман Так и луна Движущейся выглядит Тогда как проплывают Облака Завися от атмана То есть сознания Тело, органы чувств Ум и интеллект Свои функции выполняют Так труд человеческий Зависит от света солнца Подобно тому Как незнание Приписывает небу Синеву И другие атрибуты Так и люди Не различая На атмана Чистое бытие И сознание Проецируют Качество И деятельность Тела И органов чувств Как на луну Отраженную в воде Проецируют Ложно Движение И другие Ее качества Так и Ограничение Ума Например Деятельность Или Что-нибудь еще Из-за незнания К атману Относят Страсти Желания Удовольствия И страдания Проявляются Лишь в присутствии Интеллекта Но в глубоком сне Их нет Ибо Исчезает На это время Интеллект Поэтому Они Сопричастны Не атману А Исключительно Интеллекту Лучезарность Вот Сущность Солнца Прохлада Воды И Жар Огня Так Сущность Атмана Бытие Сознание Блаженства Вечность Чистота Когда Посредством Незнания Соединяются Аспекты Атмана Бытие И сознание С модификациями Интеллекта То Объединение Этих Двух Производит Мнение Я Знаю Воистину Атман Никогда Не претерпевает Изменений А интеллект Сам По себе Никогда Не обладает Сознанием Но Душа Человека Знание Которого Лишь Чета В заблуждение Погружается Думая Я Деятель Я Зритель Деятель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так если самое себя, атмана, человек душой полагает То он неизбежно в страхе пребывает Но когда осознанно «Я не душа», «Я высший атман» Тогда достигается бесстрашие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как лампа, помещенная в горшке, его собою озаряет Так атман один освещает интеллект, органы чувств и другое А эти бессознательные объекты не могут атмана сущность свою освещать Горящей лампе не нужна иная лампа, чтобы увидеть ее свечение Так в самопознании нет желания какого-либо иного знания Ибо раскрыта сущность атмана Самого себя как сознания То есть высшего познания Субтитры создавал DimaTorzok При помощи утверждения «Не это, не это» Отринув полностью все ограничения Посредством великих ведических изречений Осознай единство индивидуальной души и верховного атмана Тела и прочие незнанием рожденные являются проявленными объектами А все, что проявлено, то приходящее, как пузыри на воде Своё отличие от объектов осознай Мысля «Я – чистый, незапятнанный брахман» Я отличается от тела Поэтому нет для меня никаких перемен Рождения, старости, истощения или смерти Я не связана с органами чувств Или с их объектами, звуком и другими Ибо «Я» вне органов чувств Я отличается от ума Поэтому нет для меня страданий Нет страстей, злобы, страха или иного Сказано же в писаниях, что атман вне жизненного дыхания и ума Что атман чист и так далее Я вне атрибутов Оно бездеятельно и вечно Оно лишено ложных понятий и умственных модификаций Я незапятнанно, вне перемен и форм Чисто и вечно свободно Подобно эфиру «Я» наполняет всё Снаружи и изнутри Я неизменно Всегда во всём постоянно Самосущая и непривязанная Чистое и неподвижное Я воистину тот высший брахман Который вечен, чист, свободен Един, целостен и недвойственен Чья сущность, блаженство, истина, знание и беспредельность Таким путём постигаемая мысль «Воистину я брахман естьм» Незнание разрушает И его проекции тоже Подобно лекарству Рассайана Которое все болезни изгоняет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шанкарачарья Трактат самопознания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ЧАСТЬ ВТОРА Субтитры создавал DimaTorzok 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 И себя атмана постоянно единым осознает. Как небо безоблачное однородным. Кто высшую реальность познал, отбросив формы, касты и все внешнее, тот с беспредельным сознанием и блаженством пребывает в единстве. Различие между познающим, познаваемым и познанием не признается в высшем атмане. Ибо сам по себе сияет атман. Единый, тождественный сознанием и блаженством. Когда в дровах на дне души происходит непрестанно трение медитации, тогда вздымается пламень мудрости и полностью сжигает топливо незнания. Когда сначала существующее незнание рассеяно знанием, Как тьма зарей, аруной, тогда, подобно утреннему солнцу, сам по себе раскрывается атман. Атман, хоть и постигнут в себе, всегда из-за незнания кажется все же непостигнутым. Но как только уничтожено незнание, Атман сразу же проявлен, будто бы постигнут. И это похоже на поиск бус, Все время на шее висящих. Как затуманенный взор принимает тень за человека, Так незнание проецирует на Брахмана состояние, В котором я мыслит о себе, как о душе. Но когда познана истинная сущность души, Брахман, Тогда прекращается состояние осознавания себя душой. Знание, родившееся из осознания, Знание истинной природы реальности, Сразу разрушает незнание и мнение о себе и моем. Заре, подобно, устраняющей ночную путаницу в поиске тропы. Истинно просветленный йогин всю вселенную видит в себе самом. И себя Атмана единого во всем глазами мудрости постигает. Воистину, весь этот мир есть Атман, И ничего нет от Атмана отличного. Так и горшки и прочая утварь все ж остается глиной. Так мудрый осознает себя Атмана во всем. Освобожденный мудрец, Обладая самопознанием, Свои прежние ограничения и качества отвергает, И сам становится реальностью, Чья природа бытие и сознание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сияет Йогин с миром слиянный и в себе самом блаженствующий. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Горящие лампы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но отброшены все ограничения, и мудрец погружается в вишну, всенаполняющую реальность, подобно тому, как вода соединяется с водой. Воздух с воздухом Или свет со светом Осознай то, брахманом, достижение которого Несравнимо с иным достижением Блаженство от которого Несравнимо с иным блаженством Знание о котором Несравнимо с иным знанием Осознай то, брахманом, узрев которого больше нечего видеть Став которым больше не надо родиться Познав которого нечего более познавать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Осознай то, брахманом, Субтитры создавал DimaTorzok Как недвойственное бытие, сознание, блаженство Беспредельное, вечное, единое, заполняющее все В середине, снизу, а также наверху Осознай то, брахманом, на которого указано Субтитры создавал DimaTorzok Посредством отрицания того, что не есть то А также на него, как на единое, неизменное, неделимое блаженство Вся материя сопричастна брахману А деятельность проникнута разумом Так брахман наполняет все собою, как жир, присутствующий в молоке Осознай, брахман то Не тонкое и не грубое Не короткое и не длинное Не рожденное, неизменное Не имеющее ни формы, ни качеств Ни цвета, ни названия Осознай то, брахманом Чье сияние озаряет всю Вселенную Чьим сиянием светятся солнце и все светила Но само, которое не может быть освещено их светом Все собою наполняя Извне и изнутри Всю Вселенную освещая Сияет брахман сам собою Подобно огню Раскалившему докрасно железный шар Брахман отличается от Вселенной И все же нет ничего, что не есть брахман Если что кажется от брахмана отличным То это иллюзия Словно мираж в пустыне Все, что видимо и слышимо Есть брахман и ничто иное Кто знание реальности обрел Тот познал брахмана как то Недвойственное бытие сознания блаженства Лишь мудрость и глаза постигают отмана Вездесущее бытие и сознание Но глаза, покрытые незнанием Незрячими прибудут Как слепому не узреть сияющего солнца Душа, раскаленная в огне познания Зажженным слушанием, размышлением и медитацией Очищается от всех нечистот И словно золото сверкает само по себе Воистину атман, солнце постижения Поднимается из эфира сердца И разрушает тьму неведения Все собою проникая И все собою сохраняя Сияет атман Сам собою Освещая все вокруг Кто оставил все внешние деяния И вместе священном Устремляется к сущности своей Атману Не зависящему ни от места Ни расстояния Ни времени Но присутствующему всюду Ни запятнанным И вечную радость Приносящим Устраняющим И холод И жару Тот устремленный Станет сам Всезнающим Вездесущим И бессмертным Субтитры создавал DimaTorzok Конец трактата Самопознание Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok